МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта история абсолютно документальна, и в ней нет ни капли вымысла. Материалы дела самого громкого противостояния разведцентров СССР и Германии долгое время хранились под грифом секретно, и лишь спустя годы спецслужбы приоткрыли завесу таинственности. Макс Абверо. Мне удалось выяснить, что после поражения армии Центр в Белоруссии недалеко от Минска в лесах скрывается попавшая в окружение крупная немецкая воинская часть в количестве двух тысяч человек. Есть возможность войти с ними в контакт. Жду дальнейших указаний. Далее в шифровке один из самых ценных агентов гитлеровской разведки, еще в начале войны просочившийся в советский генштаб, сообщил, что возглавляет отряд командир 36-го полка 286-й охранной дивизии подполковник Генрих Шерхорн. Группа сохраняет полную боеспособность, однако испытывает острую нужду в медикаментах, оружии, боеприпасах, продовольствии и, конечно же, средствах связи. После того, как донесение было передано в центр, Макс сжег шифровку и спрятал рацию. Теперь оставалось только ждать ответа из Берлина. Уже на следующий день, 19 августа 1944 года, Адвер проинформировал Генеральный штаб немецких сухопутных сил об отряде Шерхорна. Еще чуть больше недели ушло на проверку полученной информации. И только после этого о части Шерхорна доложили Гитлеру, который неожиданно проявил самый живой интерес к солдатам, попавшим в окружение. Такая заинтересованность фюрера группе Шерхорна во многом объяснялась тем, что к середине 1944 года немецкая армия терпела сокрушительные поражения по всем фронтам. И гитлеровской пропаганде нужны были примеры мужества и стойкости, чтобы вселить в солдаты и офицеров веру в победу и убедить немецкий народ, что не все еще потеряно в этой войне. И образец беззаветной смелости отряда Шерхорна решено было использовать в этой пропаганде. Адольф Гитлер приказал во что бы ни стало помочь Шерхорну и лично следил за ходом операции по спасению. Адвер Максу информация о группе Шерхорна вызвала крайнюю заинтересованность. Сообщите детали, каким образом вам удалось выйти на нее и какие шаги собираетесь предпринять по сближению с подполковником Шерхорном. В ответном послании Макс сообщил, что месяц назад его перевели из Москвы в Белоруссию. Во время допроса арестованного возле села Глухого Обер-Ефрейтера тот признался, что в районе озера Песчаное скрывается крупный отряд. Далее Макс передал в Адвер, что ему удалось скрыть результаты допроса от советского командования, и пока этой информацией владеет только он. Ответ из Берлина пришел незамедлительно. Адвер Максу просим в кратчайшие сроки связаться с Шерхорном и согласовать точные координаты места для выброски грузов и радиста. Личная заинтересованность Гитлера к операции по спасению отряда Шерхорна вызвала в Берлине настоящий переполох. В нее были включены Адвер, штаб сухопутных войск, Люфтваффе, а руководство операции было поручено Отто Скорцени, лучшему диверсанту Третьего Рейха, за плечами которого числилось множество хитромудрых операций и диверсионных акций. Скорцени назвал операцию по спасению Шерхорна «Вольный стрелок». В советском же наркомате госбезопасности она проходила под кодом «Радиоигра Безидо». «Радиоигра по дезинформации Адвера» получила свое начало в центральном лагере для военнопленных «27-1», который находился в подмосковном Красногорске. Именно туда в июле 44-го доставили пленного Генриха Шерхорна. Когда бледного и испуганного подполковника привели на допрос, он мысленно уже попрощался с жизнью. Но сотрудник НКГБ, представившийся Игорем Борисовичем, встретил его широкой, располагающей улыбкой и подвинул поближе к Шерхорну тарелку с бутербродами и стакан чаю. От этих давно забытых деликатесов Генрих невольно сглотнул, но офицерская гордость не позволила ему сразу наброситься на еду. «Да вы не стесняйтесь!» На великолепном немецком языке проговорил офицер госбезопасности и отвернулся к окну, чтобы не смущать Шерхорна. Сначала осторожно, даже с некоторой опаской, Генрих начал есть и в течение нескольких минут буквально смел всю тарелку. «Ну, вот теперь можно и поговорить», удовлетворенно констатировал Игорь Борисович, и тут же улыбка сползла с его лица. «У меня к вам имеется деловое предложение. Нам известно, что вы не принимали участие в расстрелах советских граждан на оккупированной территории. Собственно говоря, ваш охранный полк так и не успел поучаствовать в сражениях. Именно поэтому советское командование дает вам шанс к сохранению жизни». Шерхорн нервно повел подбородком и грубо отодвинул от себя стакан. «Офицеры Рейха не продаются за подачки. Лучше уж смерть». Города выпятил грудь подполковник, глазами метая молнию. «Ну, зачем же вы так? Это был жест доброй воли», – кивнул чекист на пустую тарелку. «Смерть, говорите? Это легко. Стоит мне только щелкнуть пальцами, и приговор военного трибунала будет приведен в действие». Но выдержал многозначительную паузу Игорь Борисович. «Подумайте о жене и детях. Они ведь по-прежнему проживают в Шаумбурге. Неужели не хотите их увидеть? Прижать к груди сына?» Потому как дернулся в Шерхорн сотрудник госбезопасности, понял, что задел нужную струну, и теперь остается только дожать подполковника, которому в предстоящей оперативной комбинации отводилась одна из главных ролей. «Вот вы упомянули об офицерской чести». Лицо офицера снова стало серьезным. «А была ли это честь у генералов и маршалов вермахта, которые бросили на произвол в Бобруйском и Минском котлах около миллиона солдат и офицеров? А командующий армией модель, не он ли позорно сбежал на самолете в Берлин?» Чеканя каждое слово процедил Игорь Борисович. «Этим людям вы давали присягу верность». «Достаточно!» – перешел на виск Шерхорн, дрожащими руками сжимая виски. «Я и сам неоднократно думал о том, что с нами обошлись по-свински». Подняв печальные глаза на чекиста, Генрих прошептал. «Я согласен. Что мне предстоит сделать?» Именно с этой вербовки началась многоходовая операция «Березино», которая сначала задумывалась, как рядовая радиоигра по выявлению лиц, сотрудничавших с Абвером и оставленных немецкой разведкой в советском тылу на территории освобожденной Беларуси. Но когда в Комитете госбезопасности узнали, что к спасению отряда Шерхорна живой интерес проявил сам фюрер, радиоигра «Березино» получила высший статус секретности. И ее разработкой уже занялся диверсант номер один Советского Союза Павел Судоплатов. Общу координаты отряда Шерхорна. Ну что ж, толково придумано. Судоплатов внес какие-то пометки в записную книжку. На этом ваша миссия в этой операции будет исчерпана. Пора вас опять в Москву переводить, а то в Абвере, наверное, ждут, не дождутся данных от Макса. Чекисты синхронно улыбнулись, после чего разговор зашел о других не менее важных делах. Во время разговора Павел Анатольевич бросал взгляды на Демьянова, в душе восхищаясь мужеством этого человека. Два года назад, в феврале 1942 года, Судоплатов лично занимался переброской Демьянова за линию фронта. Два месяца Александр Петрович провел в Адвере, где его интенсивно обучали тайнописи, радио и шифровальному делу. После чего Макс вернулся в Москву. Демьянов Александр Петрович, дворянского сословия, отец кадровой военной царской армии, умер в 1915 году. Мать отказалась эмигрировать из России. Демьянов был завербован ГПУ в 1929 году, причем очень грубо. Подбросили пистолет и вынудили к сотрудничеству. Но вскоре Демьянов осознал важность работы в органах госбезопасности и дальше работал уже осознанно. В совершенстве владеет немецким языком. Псевдоним Гейне. Еще в середине 30-х в НКВД осознали перспективность агента и помогли Демьянову устроиться в главкинопрокар, где он завел дружбу с так называемой богемой, писателями, кинорежиссерами, драматургами. Со временем Гейне стал завсегдатой модных раутов. Сорил деньгами, часто посещал ипподром. Именно там им и заинтересовались дипломаты германского посольства, сотрудники Абвера. После вербовки он получил псевдоним Макс. После прохождения соответствующей подготовки и возвращения в марте 42-го в Москву Демьянова устроили на должность младшего офицера связи в генштабе Красной Армии. И сразу же в Абвер полетели шифровки исключительной важности и секретности. Несколько раз отправляемые данные согласовывались с верховным главнокомандующим Сталиным, поскольку в отдельных случаях Демьянов передавал и правдоподобные сведения целевого назначения. Так, при подготовке ставкой Сталинградской операции Макс передал в Берлин сообщение о предстоящем наступлении наших войск под Ржевом и на Северном Кавказе. А перед Орловско-Курской операцией сообщил о подготовке наступления на Южном фронте и Севернее Курска. Понятно, что удары советских войск в местах, указанных Максом, действительно наносились, причем серьезными силами. Но это были всего лишь отвлекающие атаки, подтверждающие информацию агента. На безграничном доверии Абвера к донесениям Макса и решил сыграть судоплатов во время подготовки операции «Березино» в сентябре 44-го, когда сотрудниками госбезопасности подполковник Шерхорн был завербован и утвержден на роль командира несуществующей двухтысячной группировки в лесах под Минском. «Ну что же, Александр Петрович, поднялся от судоплатов, давая понять, что аудиенция закончена. Будем действовать по утвержденному плану и через неделю выходите на связь с Абвером». Макс Абверу. Связь с подполковником Шерхорном установлена. Его отряд дислоцируется в квадрате 72-53 в 15 километрах от деревни Глухое. Абвер Максу. Груз прибудет завтра ночью. При подлете самолета нужно зажечь четыре костра и запустить в небо белую ракету. В случае опасности подать сигнал красной ракеты. К оговоренному сроку сотрудники НКГБ полностью подготовились к приему гостей. Дальние подступы к лагерю по периметру охранялись войсковыми патрулями во избежание недоразумений с советскими частями. Недалеко от посадочной площадки установили замаскированные зенитные установки. Двухтысячную группировку изображали 10 завербованных гитлеровских офицеров и 25 сотрудников госбезопасности, переодетых в немецкую форму. По утвержденному плану, полевой штаб Шерхорна располагался в двух километрах от мнимой группировки. Из-за сильного ветра во время десантирования радиста отнесло в сторону, и лишь к рассвету он вышел в нужный квадрат, где его с нетерпением ожидали офицеры Асназа, изображающие гитлеровцев. Обменявшись паролями, парашютист представился Фридрихом Шмидтсом и попросил как можно скорее доставить его к подполковнику Шерхорну. Из-за этого ужасного ветра потеряна уйма времени, а у меня четкие инструкции сразу же по прибытию радировать в центр. Уже спустя 15 минут Шмидтс имел честь лично пожать руку Генриху Шерхорну. «Я поражен и восхищен вашим мужеством, господин подполковник. Во время инструктажа мне было предоставлено ваше фото для идентификации личности, но увидеть вас воочию – огромная честь для меня», – восхищенно выпалил Шмидтс, разворачивая рацию. «Мне нужно выйти в эфир и подтвердить свое прибытие». «Ну, разумеется, Фридрих», – устало ответил Шерхорн. «И не забудьте сообщить, что мои парни полны решимости продолжить борьбу с большевиками». «Конечно же, господин подполковник», – кинул радист, одевая наушники. Три пары глаз внимательно следили за его действиями. Это была самая ответственная и опасная часть операции. В аппарате госбезопасности прекрасно знали о методах работы агента Вадлера и были на 100% уверены, что Шмидтс должен передать кодовый сигнал, подтверждающий, что он работает не по принуждению. И сейчас все зависело от ответа из Берлина. Секунды невыносимого ожидания показались часами. Но вот радист начал что-то быстро записывать в блокнот, утвердительно качая головой, после чего выключил приемник и принялся за расшифровку. Уже через минуту Шмидтс передал послание Шерхорну. Абвер Шерхорну. Мы счастливы приветствовать вас. Дальнейшая связь через Шмидтса. Срочно сообщите, в каких первостепенных грузах нуждаетесь. Наблюдая за тем, как просветлел взгляд подполковника, оперативники вздохнули с облегчением. Спектакль прошел на ура. Один из них подал условный сигнал и тут же на импровизированной сцене появился специалист по вербовке Игорь Борисович. Шмидтса чуть удар не хватил, когда он увидел перед собой офицера в советской форме. Ну что же, Фридрих, вы сослужили нам неплохую службу. Предлагаю дальнейшее сотрудничество. Сразу взял быка за рога офицер. И пока радист пребывал в ступоре, доходчиво объяснил Шмидтсу, какая незавидная доля его ожидает в случае отказа. Во многом на решение радиста подействовала геббельсовская пропаганда, которая на каждом углу трезвонила об ужасах и зверствах, творящихся в сталинских лагерях. Шмидт сколебался недолго. Это был довольно молодой парень, который хотел жить, поэтому быстро согласился на сотрудничество. Игорь Борисович кивнул одному из подчиненных офицеров, и тот передал текст ответной шифровки, которую нужно было немедленно отправить в центр. Шерхорн Абверу. Испытываем острую потребность в продовольствии, одежде, медикаментах и перевязочном материале. Очень много раненых и больных. Также нужны советские деньги и оружие. После того, как в Берлине подтвердили получение радиограммы, Шмидтс буквально ошарашил сотрудников госбезопасности следующим заявлением. Только я прибыл не один. За пять минут до моего прыжка с парашютом десантировался еще один радист. Курт Киберт. Он должен прибыть своим ходом в оговоренный ранее квадрат и ждать от меня известий. Шмидтс с надеждой всматривался в сосредоточенные лица чекистов, пытаясь уловить должное ли впечатление, произвели его слова. В том случае, если я не встречусь с Куртом, он сразу же должен передать в центр сигнал тревоги, операция по спасению отряда Шерхорна будет свернута. Игорь Борисович быстро развернул полевую карту и попросил Фридриха указать место встречи с контролирующим радистом. Идея с радистом-дублером пришла в голову Отто Скорцени, который прекрасно знал, насколько сильна и коварна советская разведка. Мало того, диверсант номер один Третьего Рейха, без уведомления Макса и Шерхорна, за неделю до десантирования, радистов уже посылал в район озера Песчаного две группы с целью проверки информации об отряде. Но по разным причинам они так и не добрались до точки назначения. Теперь все надежды Скорцени были связаны с информацией от Шмидца и Киберта. Сотрудники госбезопасности включили в группу захвата Фридриха и выдвинулись в квадрат, где должен был ожидать контролирующий радист. Уже на подходе к месту встречи один из офицеров впечатал тяжелый взгляд в переносицу Шмидца и прошептал «В случае чего первая пуля твоя, так что без глупости, а?» Как и предполагалось, поимка второго радиста прошла без особых эксцессов. Шмидц издалека заприметил товарища и прокричал «Курт, старина, все в порядке, со мной друзья!» Как только Киберт сблизился с группой, был произведен молниеносный захват. Двое офицеров первым делом извлекли из воротника ампулу с ядом, которые адвиратцы снабжали всех своих агентов на случай провала, после чего качественно обыскали и разоружили контролирующего радиста. Во время короткого разговора Игорь Борисович дал Курту гарантии сохранения жизни, а в случае добровольного сотрудничества и возможности избежать тюремного заключения. Бросая короткие взгляды то на Шмидца, то на советского офицера, Киберт лихорадочно соображал. «Курт, у тебя попросту нет выхода. Неужели непонятно, что Рейх доживает последние дни и терять жизнь из-за горстки фанатиков, которые используют вас, как пушечное мясо, довольно глупо?» Чекист методично и монотонно произносил эти слова, внимательно следя за глазами Киберта. Когда речь в очередной раз зашла о сохранении жизни, Курт коротко кинул. «Ну вот и славненько резюмировал Игорь Борисович. А теперь выходи на связь с Центром. Подтверди встречу со Шмидцем и факт существования отряда Шерхорна». После радиограммы контролирующего радиста Киберта последние сомнения от Оскарца не отпали. И он тут же отдал приказ о начале операции «Вольный стрелок». Всю следующую неделю военно-транспортные самолеты Арада чуть ли не каждую ночь сбрасывали контейнеры с оружием, боеприпасами, медикаментами. Радисты Шмидц и Киберт, получившие в НКГБ оперативные псевдонимы «Пчела и муха», докладывали, что большая часть грузов не дошла до пункта назначения. Ветром контейнеры снесло в сторону непроходимых болот. во время оперативного совещания обстановка в кабинете Судоплатова была наколена до предела. Офицерам госбезопасности предстояло решить непростую задачу. По какому варианту дальше развивать операцию Березино? Первым взял слово Игорь Борисович. Немцы внесли предложение эвакуировать отряд Шерхорна транспортными самолетами. В первую очередь планируется переправить за линию фронта раненых и больных. Далее чекист сообщил, что есть и второй вариант, разработанный специалистами отдела Скорцени. Десантировать большую группу парашютистов-диверсантов в форме бойцов советской армии, которые должны провести отряд Шерхорна по советским тылам под видом военнопленных, занятых на строительстве и восстановлении народного хозяйства Беларуси. Но я лично считаю оба варианта неприемлемы. В этом случае наша игра будет сразу же раскрыта, убежденно сказал докладчик, выложив перед Судоплатовым папку со своим видением развития радиоигры. Предлагаю отправить в Абвер радиограмму об опасности такой эвакуации из-за огромного количества вылетов транспортных самолетов, что может повлечь за собой демаскировку отряда. Согласно нашему плану отряд Шерхорна самостоятельно выдвигается к западным границам, проводя по пути следования диверсионные акты и внося сумятицу в тылу советских войск. Судоплатов на протяжении нескольких минут внимательно изучал бумаги, вносил коррективы, после чего вернул материалы офицеров. Полностью согласен. Нужно карту подполковника Шерхорна разыграть по максимуму. Такой лис, как Скорцени ни за что не упустит шанса использовать столь крупную войсковую группу в диверсионных целях. Шерхорна Абверо. Предлагаем разделить отряд на две маршевые колонны. Первая движется на север, выполняя роль разведывательного авангарда. Вторая группа идет параллельным курсом немного сзади. После воссоединения двух групп планируем нанести удар русским с тыла на указанном вами участке фронта. Вышлите карты следования, вооружения и провианты. В штабе сухопутных сил вермахта с воодушевлением поддержали эту идею и через неделю две несуществующие группировки якобы выдвинулись в путь. В наркомате госбезопасности были прекрасно осведомлены о наличии лавера мощных пеленгаторов, позволяющих с большой точностью определять координаты места выхода радиостанции в эфир. Поэтому радистов пчелу и муху постоянно перебрасывали из одной точки мнимого маршрута в другую для поддержания легенды передвижения отряда. Советское командование поддерживало миф героического похода отряда подполковника Шерхорна, сообщая в открытом эфире о совершении диверсий и вступлении групп в вооруженное противостояние с тыловыми частями Красной Армии. И все это время грузы сыпались с неба как буквально манна небесная. Только за месяц немецкой транспортной эскадрильи было совершено 27 вылетов за линию фронта. Фюрер наградил нескольких офицеров включая Шерхорна рыцарскими крестами. Об этом подполковнику сообщил очередной гость присланный Скорцени в отряд. Вилли Хитцфельд представился специалистом по диверсионной деятельности и передал Шерхорну директивы из центра согласно которым группам надлежало как можно чаще вступать в бой с небольшими гарнизонами русских. В Берлине высоко ценят ваше мужество и стойкость но дела на фронте идут из рук вон плохо и генштаб просто не в состоянии обеспечивать ваших парней всем необходимым. Высокопарно заявил Хитцфельд вздернув подбороны. Именно поэтому я и прибыл в ваше распоряжение. В обязанности Вилли входило выбрать из солдат Шерхорна самых отчаянных и организовать диверсионно-разведывательный отряд который кинжальными молниеносными ударами будет выводить из строя стратегические объекты русских взрывать мосты Развить повествование о тактике и стратегии партизанской войны Хитцфельду не дали сотрудники АСНАЗа играющие роль гитлеровцев. Один из них сделал незаметный выпад и прикладом автомата опрокинул немца на землю. Несколько минут ушло на то чтобы привести диверсантов чувство. Тот лишь осатанело вертел головой брызжа слюной и бросая гневные взгляды в сторону подполковника. Мерзавец! Предатель! Великая Германия сражается из последних сил а ты? Закончить эту патриотическую тираду Хитцфельду не позволили. Офицеры сразу поняли что к ним в руки попал настоящий фанатик. Верболка которого была лишь бесполезной тратой времени. АСНАЗовцы подхватили посланника Скорцени под руки и уволокли с глаз долой. Наблюдавший за поимкой немца со стороны Игорь Борисович коротко кивнул Шмидцу. Фридрих во время следующего радиосеанса сообщите в Центр что выброска груза прошла крайне неудачно. Летчики сбросили контейнеры далеко в стороне. Упомяните что судьба посланника из Центра также неизвестна. Его парашют снесло в сторону болот а это верная смерть. После чего чекист повернулся к Шерхорну. Мужайтесь, Гермах скоро все это закончится. Радиоигра Березино пожалуй лучшая операция наркомата госбезопасности СССР за весь период войны продолжалась вплоть до 2 мая 1945 года когда в осажденном Берлине уже шли уличные бои и немецкий генштаб физически не мог оказать помощь отряду Шерхорна. Связь с группой была прекращена только после самоубийства Гитлера. Пожалуй он один фанатично верил в спасение отряда и считал произведенного в полковнике Шерхорна великим воином и храбрецом. Вождь Третьего Рейха так и не понял и не узнал что никакого легендарного похода не было. А 800 тонн различных грузов включая вооружение амуницию провиант свыше 2 миллионов рублей 13 радиостанций 25 перевербованных агентов Адвера весь этот ресурс только приблизил крах Германии. Что же касается судьбы самого Генриха Шерхорна то его в конце 50-х репатриировали в ГДР. Дальнейшая судьба командира мифического отряда неизвестна.